растущего сырья. Выборы позади, пора и работать. К своим обязанностям сегодня приступил новый глава Шигарского района. Владимир Маргерт на досрочных выборах набрал большинство голосов, опередив своих ближайших конкурентов почти на 40%. Человек во власти новый, до этого долгие годы занимал пост директора Шигарского ДРСУ, после ушел на пенсию. И вот, находясь на заслуженном отдыхе, решил побороться за кресло главы района и одержал победу. О целях и задачах нового руководителя подробнее расскажет Александр Горчаков. На свое новое рабочее место Владимир Маргерт сегодня идет впервые. Экс-руководитель Шигарского ДРСУ приступил к новым обязанностям. На досрочных выборах главы района обошел своих конкурентов с максимальным отрывом. Каждый, кто идет на выбор, ожидает этого результата. Вопрос, с какими показателями. Показатель составил 56,44%. Это 3431 голос жителей Шигарского района. Как говорит Владимир Федорович, цель в его программе одна. Добиться высоких показателей в муниципалитете. Как по вопросам инфраструктуры, так и по вопросам развития производства. Район Шигарский, он только сельсхозяйственный. Но других нет вариантов. Надо развивать сельсхозяйство любыми путями. Клянусь, осуществлять данные мне полномочия исключительно в интересах населения Шигарского района. С этих слов началась инаугурация нового главы и отчет его новой жизнью во благо народа. Как отмечает областная власть, первым экзаменом для команды Шигарской администрации станет старт формирования бюджета на 2016 год. В Шигарском районе, ну, наверное, как и в большинстве наших муниципальных районов стоит, основная проблема это, конечно же, качество дорог. На втором месте это работа жилищно-коммунального хозяйства. Ну и третье направление, наверное, самое главное в сегодняшних экономических ситуациях это создание новых дополнительных рабочих мест. О том, что проблемы в районе есть, не требует обязательного решения, говорят и сами жители. У нас в Шигарском районе, вы знаете, что в упадок приходит сельское хозяйство, поэтому я думаю, что в первую очередь нужно обратить внимание именно на развитие сельского хозяйства. Работа, чтобы молодым было, и зарплата была, потому что молодые люди, вот они рожают, у меня внук, родился ребенок, ну что 10 тысяч зарплата, он говорит, баба, ну как расти детей за такие денежки? Главное, чтобы производство работало какое-то, вот, потому что люди многие безработные. Повышение темпов производства, а также улучшение жилищных условий для молодых семей и специалистов. Вопросы, на которые стоит находить решения только при помощи взаимодействия власти с народом. Такой диалог позволит не только вывести район на новый уровень, считает новоиспеченный глава, но и оценить эффективность собственной работы. Жители села Тугур хотят отсоединиться от райцентра Колпашево и стать самостоятельной территориальной единицей. По мнению людей, при распределении технических условий,